Доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня? Сегодня у нас суббота. Скоро Настюша придёт. Я пока по хозяйству. Ну что у нас? Небо чистое. Правда, прохладно. Но сейчас прохладно во всех регионах. У нас ещё более-менее. Ночью плюс 7 было. А днём прогреется до 17 градусов. Ну, свежо, свежо. Я смотрю, натопались серьги. Ещё не распустились. Скоро пух как понесётся отсюда. Ну, как только потеплеет, будет хорошо. В общем, вот так. Солнышко светит, и это хорошо, это радует. А вот и Настя пришла. Всем привет! И вот такую мы красоту. Я, то есть, мне бабушка вот в конце вот здесь чуть-чуть помогла. Такую красоту. У моей мамы день рождения. И мы решили... Я решила наклеить и подарить маме. Да, Настя начала эту картинку ещё ну, как-то некоторое время назад, да? Потом мы её положили и немножко про неё забыли. А сегодня вспомнили, Настя решила её доделать, маме подарить на день рождения. Вот такая красивая картиночка. У неё был вчера день рождения, а в столице мы будем уже праздновать. Да, картиночка со стразиками. Это не стразики, вот это стразики. Ну, это называется стразики. А, из пайеток. Это пайетки. Вот написана картина из пайеток. Это я брала в фикс-прайсе. Вот такая вот картиночка. Да, симпатичная. Вот. Ну, сейчас Настя ещё пока творчеством позанимается. Мы смотрим пока что телевизор, там мультфильмы. Теперь фильм там детский какой-то идёт. А сейчас мы с Настей смотрели. У нас летали сейчас тут вертолёты, самолёты. Это репетиция к параду. Но они что-то так, их немного вроде как пролетело. Я не успела снять. Ну, ничего страшного. Вот мы и вышли с Настюхой. Идём на тренировку. Ой, на улице сильный ветер. Ну, 17 градусов, как сказать. Ну, не скажу я, что холодно. В общем, нормально. Проделась. Фух. Выходим чуть-чуть пораньше, потому что я не люблю опаздывать, не люблю спешить, бежать, лететь. Так, что тут у нас? Зелень зеленеет, цветочки цветут, расцветают. Так, пойдём здесь. Хорошая место для секретарного ветра. Да. На поспеть. Котики. Котики у нас. Аксисель сейчас котика потрогала. Я думала, когда я его глазула, он был спокойный. Ну, кошка. А когда я перестала гладить, она как? Ага. Я смотрю, у нас тут сирень белая ещё цветёт пышным цветом. Такая красивая, раскрасивая. Кстати, кто-то мне написал в комментариях, когда человеку нечего рассказать, не о чем говорить, человек говорит о погоде. Ха-ха-ха-ха. Да, девочки. Мне нечего вам сказать. Поэтому я о погоде, о природе рассказываю. А что ещё я должна рассказать? Напишите мне, что я должна рассказать. Кстати, поздравляю всех с наступающим праздником. 9 мая на носу. Ну, это видео туда ближе к 9-му как раз и выйдет. Я сегодня его вряд ли закончу, потому что нечего снимать. Вот мы идём на тренировку, вышли на воздух. И решила чуть-чуть посниматься, поболтать. Так, приближаемся к дороге. Всё, идём через дорогу. На солнышке хорошо, да? Вообще, когда ветра нету, теплынь-теплынь. Классно. Всё, помчали мы. О, молодец. Гимнастка-акробатка. Мы пришли первые. Молодец. Ну, давай, разминку делай пока. Может, на кровати. Может, не только вообще разминку сделаю. Может, на кровати. Тебя не слышно тут. У нас на разминке. Ну, такая разминка. Вот, может, я поразминаюсь и нехорошо. Ладно, ладно, не буду тебя смущать. Так, всё, Настю я отвела. Зашла в пятёрочку. Посмотреть. Так, мне нужны солёные огурчики. Ну, что ж такое, а? Только маринованные я вижу. И нету солёных. Вот эти мне красная цена. Чё-то огурцы не очень-то понравились. Тоже маринованные. Тоже маринованные. Ладно, будем другие смотреть. О, йогурты. Мой любимый стоит 50 рублей со скидочкой. Больше всего, вот из всех, которые вот эти я перепробовала, всё-таки самый вкусный вот этот вот манго и маракуйя. Ну, возьму, пока не со скидкой. Так, ну что, сметанку взять. Я смотрю, какая-то новая появилась. Я беру обычно 15-процентную. Агрокомплекс Выселковский. 85 стоит взять, что ли, попробовать. Надо что-то новое пробовать. Попробую возьму. Так, ну и всё, собственно. Я зашла сюда в основном за сметанкой и за йогуртом. Людей мало. Хоть и выходной день, суббота. Всё есть. Всё есть. Людей мало. Классно. Сейчас ещё посмотрю, может, что вспомню. И домой. Доброе утро, девочки мои. Уже день даже не следующий. Уже прошли все праздники. Вот, я не снимала несколько дней. Потому что на самом деле снимать было нечего. Но, так как я уже что-то сняла, надо же доснять уже видео. Поэтому включилась. Прохладненько у нас в последнее время. Хочу вам сказать. Плюс 14 градусов. Но кофточку надела и нормальненько. Вот. Зато сегодня смотрела прогноз погоды. В Новосибирске 25. Видите, поменялось всё местами. Но, с другой стороны, не жарко и то хорошо. Не могу сказать, что холодно. Но, в общем-то, нормально. Так. В общем, вышла я сейчас по делу. Сейчас дорогу перейду. Продолжим. Ветер сильный, я вам хочу сказать. Довольно-таки дует. Ну, ничего, сейчас спина. Короче, я опять вчесала что-то. Но я хочу сейчас уйти куда-нибудь. От ветра. Неудобно. Неудобно мне снимать, когда ветер. В общем, я иду в ДНС, девочки. У меня полетел этот Wi-Fi роутер. Я решила пойти докупить новый. В общем-то, праздники я никуда не выходила. Я не знаю, слышите меня или нет. Ну, в общем-то, подсоединили мне напрямую. А роутер, сказали, сдох. Но меня он проработал 7 лет. Наверное, срок его службы уже закончился. А еще я не хотела снимать, потому что у меня немножко под глазом тут припухшее. Ну, я думала сначала что-то с глазом связано. Но понаблюдала уже дней 5, наверное. И я так думаю, что это, скорее всего, может быть, аллергического характера. Сейчас цветения разные всякие. А я все-таки как-никак о аллерге. Вот. Я думаю, что это может быть как-то с этим связано. Ну, начала пить я против аллергены. Вот. Посмотрим, что будет. Сначала думала глаз. Видите. Но потом поняла, что глаз никак у меня не беспокоится. Не болит ничего. Не чешется. Вообще ничего. Просто вот такая вот припухлость. Да и все. Вот. Короче говоря, посмотрела я в интернете на эти Wi-Fi роутеры. Там их такое количество огромное. И цены прямо от и до. Поэтому решила, что мне нужна консультация консультанта. Вот. Пообщаться надо с продавцом. И выбрать что-то оптимальное. Ну, и не очень дорогое так. Потому что я тогда покупала еще свой роутер. Когда работала в МВидео. Ну, понятно, что мне там подсказали наши ребята, какой лучше взять. Ну, сейчас, надеюсь, мне подскажут. И сейчас и здесь. Так. Ну, ничего. Так, в общем-то, на улице вообще тепло, можно сказать. Хотя сейчас 14 тепла. Но ветерок, когда дует прохладник. Получается. И, в общем-то, нормально. Я одета. Мне не холодно. И не жарко. Так, все. Я дошла уже до торгового центра. Хорошо, что у нас вот рядом есть ДНС. Не надо никуда ехать. ДНС, в принципе, нормальный магазин. И цены нормальные. И выбор есть. В общем, это хорошо. Посмотрим, что мне там предложат. Пойду. Ну, вот и все, девочки. Купила я себе вайфайчик. Взяла ту же фирму, что у меня и была. Правда, он теперь по-другому выглядит. Но уже, конечно, за столько лет уже изменился. Но, взяла и недорогую. Ну, как бы 2, 199, 2,200. Нормальная цена, в общем. Ну, а теперь буду прозванивать мастеров. Я не знаю. Мне надо, чтобы мне еще телевизор, Smart TV. Там немножко поднастроили какие-то приложения. Ну, кто-то так же вайфай надо. Не знаю, там пароли какие-то все дела. Вот я чайник в этом деле вообще ничего не понимаю. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас приду домой и займусь этим делом. В общем-то, я хочу видео, девочки, это завершить. Оно совсем коротюсенькое получилось. Ну, на самом деле, правильно, мне кто-то написал в комментариях. Я так подумала, что действительно, что снимать видео, когда нечего снимать. Вот я выходные дни вот эти просидела дома. Ну, смотрела телевизор, что ничего нового не готовила. То, что не новое уже, вы сто раз видели. Фу, с деревьев летят, как будто снег. Вот, снимать пока нечего. В общем, поэтому я и не снимаю. Я так думаю, что если что-нибудь поменяется, если будет, ну, что-то другое, я не знаю. Либо буду очень редко снимать. Пока не знаю. В общем, я это видео завершаю. Топаю домой. Желаю всем хорошего настроения. Желаю вам найти кого-нибудь из блогеров, кого вам интересно смотреть. Просто сейчас, видите, ситуация везде поменялась, все меняется. И уже не такое какое-то, знаете, задорное настроение. А без задорного настроения какой смысл снимать. В общем, поэтому я завершаю свое видео. Никого не уговариваю лайки ставить. И никого не уговариваю писать комментарии. Комментарий все меньше и меньше. Половина вообще ни о чем. Ну, так же, как и видео, впрочем, да. Поэтому, ну, канал я пока свой. Никуда не деваю, не закрываю ничего. Канал будет у меня еще пока работать. Я надеюсь, что что-то еще взбредет в голову вам снять. Я сниму. Ну, все. Всем пока. Всех целуют. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok